Миссионерский служение В Священном Писании мы видим, что апостолы – личные избранники Господа Иисуса Христа, и в Евангелии от Иоанна 15-16 сказано «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плоды». То есть Христос сам избирает людей на миссионерское служение. Но в то же время это наука, это церковная дисциплина, миссиология, которая преподает, как правильно организовать и проводить, осуществлять миссионерское служение. Не каждый, конечно, может быть миссионером, но миссия – это широкое понятие. Кто-то может обеспечивать миссионерское служение видеозаписью, аудиозаписью, кто-то продвигает миссионерские программы, контенты в интернете, а кто-то издает миссионерскую литературу. Поэтому, хотя не все становятся миссионерами, но иметь представление об основах миссиологии должен каждый, который хочет так или иначе совершать свое служение в Церкви Божией. Господь сам посылал апостолов на проповедь, на дело благовестия. Он дарует им Духа Святаго. И мы находим такие слова в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 21-22 стих. «Мир вам» – это слова Христа. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго. То есть человек не может совершать это служение своими собственными силами. И тех, кого Церковь благословляет на это служение, Церковь молится за них, иногда с постом и молитвою, как в случае апостола Павла и апостола Варнавы, которых отделили на это служение, помолились с постом, потом возложили на них руки и отправили на это служение. Само греческое слово «апостол» означает «посланник», которого отправляют или посылают в какую-нибудь другую страну, чтобы он вел там, например, переговоры. «Сам Христос совершал свой апостолат по воле Отца Небесного». И мы находим такие слова. Послание к евреям, 3 глава, 1-2 стих. «Братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника, исповедание нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его». Вот здесь Христос назван посланником, то есть апостолом, который совершает свой апостолат по воле Отца Небесного. И мы знаем, что Христос проповедовал не от своего имени, а от имени Отца и по поручению Бога Отца. И говорил не свое, а то, что услышал и принял от Отца. Точно такая же задача стоит перед каждым миссионером проповедовать и доносить до людей не свою какую-то личную эрудицию, а то слово, которое мы принимаем из рук Церкви. В Церкви сохраняются книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и также в Церкви сохраняется священное предание, которое прежде всего в данном случае означает правильное разумение самого Слова Божия. Апостолы придавали большое значение священному преданию. Это те наставления, те поучения, те вразумления, которые мы находим вне библейского откровения. Но они именно помогают нам лучше распознать волю Божию, правильнее понимать само Слово Божие, само Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета. В послании апостола Петра, это второе послание, третья глава, 15-16 стих, апостол Петр пишет, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобно-разумительное, так что невежды и неутвержденные собственные свои погибели превращают, то есть искажают, как и прочее Писание». Итак, сам апостол Петр предупреждает нас, что есть две категории лиц, невежды и неутвержденные, которые общаются не со Словом Божьим, а со своим субъективным пониманием этого текста. Поэтому для нас очень важно иметь правильное представление о Слове Божьем. Кто такие невежды? Это, возможно, крещеные, но ненаученные. Кто такие неутвержденные, о которых пишет апостол Петр? Церковь есть столб утверждения истины, это, скорее всего, и некрещенные, и ненаученные. Каждый из этих двух групп, читая Священное Писание, общается не со Словом Божьим, а со своим субъективным пониманием этого текста. Поэтому очень важно, когда миссионер не просто проповедует Слово Божие, а проповедует так, как это было принято, собственно говоря, в самой церковной традиции. И очень важно, когда мы общаемся с людьми разных вер, выяснить, каким критерием они руководствуются при изучении Священного Писания. Кто-то может сказать, что Дух Святой умудряет его, кто-то может сказать, что ангел шепчет ему комментарии в уши. Но это все будет глубоко субъективно. Критерий он должен распознаваться не только человеком, который его использует, но и всей Церковью. Таковым критерием по отношению к Священному Писанию и его правильному пониманию является Священное Предание. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, апостол Павел пишет «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания». Предание – это греческое слово «парадосис» означает то, что мы, принимая, не повреждая, передаем дальше. То есть слово «предание» никак нельзя заменить словом «учение», потому что учение может создать каждый человек и не обязательно, что оно будет правильное и верное. А «предание» – это то, что мы не создаем, не выдумываем, а принимаем и, не повреждая, передаем дальше. Апостол Павел раскрывает смысл этого термина, когда говорит о Евхаристии. «Я от самого Господа принял то, что вам передал». Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, апостол Павел пишет. «Твердо держитесь предания нашего, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Здесь мы видим, что устное наставление веры, то есть слово стоит на первом месте. И действительно, устное наставление веры, чем и является предание по преимуществу, это то, что первично. А записанное откровение от Бога, то, что мы чаще называем Писанием, это вторично. Первое Писание написал боговец Моисей. Но до Моисея люди знали, какие животные чистые, какие нечистые. Так Ною, например, было сказано, чтобы он ввел в ковчег как чистых, так и нечистых. Люди знали, как приносить жертву, хотя никто из них не читал книгу «Левит», я имею в виду людей, которые описываются в книге «Бытия». Так Авель, сын Адама и Евы, он приносил жертву от первородных стада, от тука их, то есть из лучшего – лучшее. Авраам знает, что такое десятина, когда дает десятину Мелхаседеку, царю Салима. Иаков знает, что такое десятина по обету, имеется в виду обещание, данное Богу. И святитель Иоанн Златоуст в ступительном слове на его комментарии на Евангелие от Матфея, он так и пишет. «Древние не имели нужды в Писании, они общались с Богом непосредственно лицом к лицу». Но, коль скоро люди потеряли такую возможность, то как некое последнее средство им дано Писание. И действительно, это как некое последнее средство, которого мы должны придерживаться. И во втором послании к Фессалникийцам, 3 глава, 6 стих, апостол Павел пишет. «Завещиваем же вас, братья, именем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Здесь мы видим, что Новый Завет рекомендует нам дистанцироваться от людей, которые действуют не по преданию. Возможно, им кажется, что они руководствуются только Словом Божьим, но это их такое субъективное представление, за которым, может быть, ничего конкретное и не скрывается, и не стоит. Надо сказать, что даже библейский текст, изначальный, я имею в виду книги Ветхого Завета, он давался как бы в двух парадигмах. Это письменная Тора и устная Тора. Я поясню, что я имею в виду. Бог дал текст, так называемый прото-еврейский текст, где все слова были записаны только согласными буквами, и в тексте не были расставлены гласные, и не было деления на слова, и не было предложений, потому что не было знаков припинания тех или иных. То есть это был сплошной такой текст, где отсутствовали знаки припинания и заглавные буквы. Поэтому наряду с этим письменным текстом Господь дал устную Тору, то есть ту систему расстановки гласных, которую люди учили наизусть, собственно говоря. И они сохраняли это знание, передавая от одного человека к другому человеку в порядке сохранения именно предания и его трансляций на других людей, на другие поколения. Как бы мы узнали, какие Евангелия являются ложными, какие истинными, церковь именно на основании предания установила, какие книги были известны в христианских общинах всегда и везде, а какие были известны только отдельным общинам, такие книги как раз они объявлялись апокрифическими книгами. Откуда бы мы узнали, что послание апостола Павла 14? Из самих посланий мы этого не видим. Даже более того, в первом послании к коринфянам апостол Павел пишет, что он уже писал о коринфянам ранее. Но церковь объявляет каноническими те послания, какие она объявляет каноническими. И это делается на основании предания. То есть даже авторитет книг Священного Писания, он подтверждается преданием. Но само предание мы проверяем Словом Божиим. И это совершенно для нас необходимо. Итак, апостол – это посланник от греческого отправлять, посылать. После Вознесения Спасителя христиане призываются к апостольству Духом Святым. Об этом мы читаем в книге «Деяния святых апостолов», тринадцатая глава, первый стих, также со второго до третьего стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Сабла на дело, которому я призвал их». «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Вот здесь мы видим, что Дух Святой как бы сам избирал людей, которые были способны совершать свой апостолат в таком апостольском понимании значение этого слова. Но в более широком смысле этого слова апостолат совершает каждый верующий в Иисуса Христа, православный христианин. Свой апостолат совершают крестные родители по отношению к крестным детям. Свой апостолат совершают плоские родители по отношению к своим плоским детям. Это в порядке вещей, что в церкви любое служение, оно обладает апостольским статусом. Потому что апостолат – это и форма служения, когда кто-то помогает подготовить помещение к тому, чтобы там можно было бы проводить богослужения и какие-то огласительные беседы. Апостолат – это и обеспечение техническое в наше время, которое бывает совершенно необходимо, особенно во дни карантина, когда нам надо подумать о тех людях, которые и находятся в храме, чтобы их тоже приобщить к тем наставлениям, которые преподаются в храме Божьем. И это очень важно. Основание института апостолов коренится в домостроительной миссии Сына Божия. А Христос говорит, это Евангелие от Иоанна 21 и 17-18, «Как послал Меня Отец, и Я посылаю вас». То есть, совершая свое собственное служение, Христос посылает на совершение апостолата своих учеников, не только мужчин, но и женщин. Также женам-мироносицам было дано поручение отправиться к апостолам, которые в страхе радиоудейского заперлись в Сиомской горнице и засвидетельствовать им о чуде воскресения Христова. Надо сказать, что воскресение Христова – это одна из доминирующих тем христианского благовестия. Победа над смертью, одержанная Христом, Господом нашим, есть победа над извечным врагом рода человеческого, которая вдыхает надежду в сердца верующих людей, что, когда смерть приступит и к нам самим, силой воскресения Христова мы сможем преодолеть. И это последнее испытание, воспринимая смерть как некую последнюю эпитимию, которую мы получаем из рук Бога. Итак, Христос настаивает на том, что не мы Его избрали, Он говорит, не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, то есть поставил на то служение, на то послушание, в котором вы пребываете. Апостол Павел в свою очередь пишет в послании к Галатам «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, чтобы я благоуставал Сына Божия». Это послание к Галатам, 1 глава, 15 стих. Подобная формула служит вступлением к некоторым другим его посланиям. Апостолу Павлу было важно именно озвучить, что он избран не людьми, не через людей, а избран самим Христом. Так как 12 других апостолов были призваны на это служение, так и Савл, он тоже был призван на это служение. Призвание к апостольству имело необратимый характер, и это служение, свидетельство, простиралось на всю жизнь апостолов до их смерти. И в Библии говорится о том, что каждый христианин – это как бы письмо Христово, всеми узнаваемое и всеми читаемое. Именно по каждому из нас будут судить о нашей вере. Даже если мы не хотим заниматься никаким апостолатом, уклоняемся от послушания, от любых форм активного служения, в любом случае сам факт нашей принадлежности к церкви обрекает нас на то, что по нам будут судить о нашей вере в целом. Апостол Павел понимал, какая в этом таится опасность, и, обращаясь к некоторым верующим, он пишет в послании к кремлянам, «Ради вас имя Божие хулится между язычниками». И в противоположность этому в Нагорной проповеди сказано, «И так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного», Отца вашего Небесного. Это очень важно, когда мы совершаем то служение, на которое мы поставлены, выполняем то послушание, которому нас призывает церковь. Это и означает совершать свой апостолат. Те тайны, которые проповедуют христиане, это тайны, о которых говорится, что даже желают проникнуть ангелы в эти тайны. Это 1 Петра 1, 12. То есть эти тайны, они составляют некую сложность даже для небожителей, тем более для людей. Поэтому очень важно молиться о том, чтобы Господь отверз им, то есть нашим слушателям, ум к разумению Писания. Поэтому служение миссионера, оно и сопровождается молитвой, постом и особым церковным благословением. Полнота того познания, которое мы несем этому миру, она раскрывается действием Духа Святаго. Как сказано, «Утешите же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Это Евангелие от Анна, 14 глава, 26 стих. Также книга Деяний 1, 8. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями до края земли». Ну, согласитесь, немножко непонятно, что значит «до края земли». Имеется в виду, что надо достучаться до каждого человеческого сердца. Вот край земли, вот то поле битвы, это сердце каждого человека, к которому мы обращаем свои наставления, свои увещевания. Святитель Ириней Леонский писал о том, что апостолы явились передающим звеном между Христом, Бога-человеком, и основаны им церковью. Они условия существования церкви, в которую они, как богачи в сокровищницу, вполне положили все, что относится к истине. И давайте посмотрим, что пишет иеромонах Венедикт Кантерс. Он пишет, «Церковь потому и называется апостольской, что содержит и хранит веренное апостолам благовестие. Апостолы, как личные свидетели о воскресшем Христе и получившие особую харизму, являются не просто проповедниками, и в этом коренное отличие их от миссионеров, но гарантами, пребывающего в церкви, истинного и неповрежденного спасительного учения. И мы действительно веруем во единую святую, соборную и апостольскую церковь в том смысле, что служение апостолов продолжается и после их смерти. Оно не прекращается. Апостольский характер церкви, он не изменяется. Поэтому для каждого православного христианина есть как бы три источника веры. Это священное писание, священное предание и учительство современной ему церкви. Вот эти три источника веры, они обеспечивают каждому человеку, который руководствуется этими критериями, некую такую безошибочность в собственных суждениях, когда он наставляет других людей. И напротив этому, если человек предлагает доставление от ума головы своей «я», это, конечно же, глубоко субъективно и ни в каком виде не может восприниматься как нечто именно объективное. О церкви мы знаем, что церковь есть столб и утверждение истины. То есть утверждение истины означает прежде всего воплощенные истины, то есть Христа, как апостол Павел пишет, а мы проповедуем Христа и притом распитого. И когда церковь несет свидетельство в этот мир, проповедуя о Христе, это не просто концепция о Христе, в этом благовестии и есть сам Христос, который проповедует с этим словом, и сам Он есть слово, слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. Новый Завет учит нас, что церковь есть тело Христова. Вот осознавая это, мы должны настаивать на том, что служение Христа продолжается на земле и после Его вознесения на небо. Как Он сам говорил, «Сея с вами во все дни до скончания века». И наставляя своих учеников, Он говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Таким образом, церковь – это не просто один из общественно значимых общественных институтов. Нет. Это жизнь во Христе и со Христом. Как пишет отец Сергей Булгаков, в фруссанской церкви есть жизнь во Христе и со Христом. Это работа отца Сергия, книга его, которая называется «Православие». И если это жизнь, то мы и должны самой своей жизнью являть истинность того слова, которое мы пытаемся донести до окружающих людей. Архимандрит Макарий Аглухарев, известный алтайский миссионер, писал, «Созерцая подобный небесам образ Первой Церкви Христовой, начертанный в книге «Деяния апостольских», мы видим, что она вся была апостольской, что дружина действователей не ограничивалась ни числом двенадцати, ни числом семидесяти апостолов, но возрастала с удивительной бастротою, что все верные или действовали непосредственно как апостолы, или содействовали и помогали апостолам, что все принимали живейшее участие в деле Иисуса Христа, которое было своим для каждого. Но как Господь Иисус Христос во веки един и той же, и обещался не разлучаться со своими до скончания века, то Первая Церковь есть образец, которому христианская церковь должна подражать во всяком веке. И хотя внешние выражения, в которых открывается дух Евангелия, могут принимать изменения, но самый дух истинной церкви Христовой всегда один и тот же. Любовь к Богу и к человекам во Христе Иисусе. Чем изобильнее и явственнее сей дух чистой любви Божией в христианской церкви, тем более жизни и света Христова в сей церкви. В чем более жизни и света Христова в церкви, а чем более жизни и света Христова в церкви, тем в ней более ревности, усердия и способности к распространению благодатного царства Божия на земле, тем в ней имя церкви апостольской плодоноснее. Конечно, мы понимаем и в апостольские времена были проблемы у древних христиан, живших в первом веке, и мы не должны как бы во всем идеализировать этот период. Мы видим, что были сложные взаимоотношения между апостолом Петром и апостолом Павлом. Это отражается в посланиях этих двух апостолов Иисуса Христа. Мы видим, что была конфликтная ситуация между апостолом Варнавой и апостолом Павлом. И идеальным не является никакой период в истории церкви. Например, в первом послании Коринфянам апостол Павел пишет, у вас есть такое блудодеяние, которого нет даже в миру. Некто вместо жены имеет жену отца своего, то есть жену с мальчикой, а вы вместо того, чтобы сокрушаться об этом состоянии, вы как бы возгордились, то есть проявили гордость, как будто вы стоите выше этих проблем, собственных проблем вашей общины, и не хотите их даже замечать. Проповедь преемников апостолов должна соответствовать их апостолов здравому учению, которое имеет авторитет правила веры. Вот в этом смысле, конечно, мы подражаем этому периоду в истории церкви. Смотрите второе послание к Тимофею 3.10, 3.14 и послание к Титу 2.1. Об этом пишет и святой Ириней Леонский. Должно повиноваться пастырям, находящимся в церкви, то есть тем, которые имеют преемство от апостолов и которые вместе с преемством епископства по благоволению отца приняли несомненный дар истины. Именно у них пребывает здоровое и безукоризненное учение, неискаженное неповрежденное слово. И, кстати, своего наставника святаго Поликарпа Смирского святитель Ириней представляет достовернейшим и надежнейшим свидетелем истины по той причине, что он всегда учил тому, что узнал непосредственно от апостолов. Следует сказать о некотором искажении идей апостольского преемства его его юридическом понимании на Западе, которое повлияло и на синодальное школьное богословие. Как пишет отец Иоанн Мейндорф, под ним обычно подразумевается личное преемство власти, восходящее к апостолам и получаемое епископами при рукоположении, идея апостольского преемства как бы механизируется и сводится к одному лишь понятию действенности рукоположения, а следовательно и всех таинств. Тогда как в православном представлении оно всегда обусловлено единством церковной веры как таковой. Поэтому для нас важно сохранять, скажем так, не внешние признаки преемства от апостолов, а внутреннюю духовную связь единства веры. и мы должны доносить это достоверное свидетельство до наших современников, таким образом подчеркивая апостольский характер того благоествования, того служения, которое мы несем людям. И здесь, конечно, я повторюсь, мы должны всегда помнить, что самих апостолов наставлял сам Христос, имея в виду те слова, которые он принял от Бога Отца и передал нам. Итак, будем верными свидетелями истины. Если апостолы свидетельствовали о том, что они видели своими глазами, слышали своими ушами, осязали своими руками, мы будем свидетельствовать о том, что мы не видели, но приняли. И к нам будет относиться особое блаженство, как Христос и говорил, блажение не видевшее, но уверовавшее. Итак, сегодня мы говорили об общих признаках апостолата, о том, как важно продолжать служение Христа и апостолов, как важно продолжать служение преемников апостолов и оберегать чистоту веры. Это касается не только, скажем так, ипархиальных и синодальных миссионеров. Это касается каждого христианина, который фактом своего крещения уже предназначен подобному свидетельству. Продолжение следует...